всем привет дорогие друзья с вами яблышный эксперт и в сегодняшнем видео я вам расскажу почему же вам не стоит iOS 13 ставить а лучше поставить iOS 13.1 и так это будет топ-10 причин те же причины которые будут заявлены в iOS 13.1 которые не хватает iOS 13 то есть начнем с первой причины это никаких нововведений с момента бета-тестирования с 13 то есть да мы получили там темную тему да мы получили хаптик touch да там где-то какие-то что-то изменения там в apple music караоке и тому подобное но это нам все представили это все уже как бы объелась надоело ничего тут не удивишь эти новые фишки уже будут обработаны улучшенные как бы в релизе тут ничего не меняется в 13 1 немного все это будет изменено следующее второе это заряд батареи оставляет что это лучше самый показательный режим был на iOS 13 бета-7 как мы знаем iOS 13 линейка закончилась на бета-9 вот мы не дождались 10 сложились сразу же вышла iOS 13.1 бета-1 и вот на этом все и закончилось то есть вот так вот это было уже джем версия golden master и вот сегодня 8 часов вечера вы уже накатите релизную версию дальше третье это не так много приложений подгоняет поэт под iOS 13 как будет подогнаны уже под iOS 13 1 что это имеется ввиду это не ведется ввиду тем что есть темная тема то есть вам не нужно будет в некоторых приложениях переключать а сразу же вот как обновился контакт сразу же под ваш темный режим будет вся темная тема и уже в контакте в других приложениях 4 это стабильность сотовой связи Wi-Fi приема передачи данных будет максимально оптимизирован уже на iOS 13.1 то есть на iOS 13 этого не будет все также будет лагать и тому подобное будет опять сеть плохо ловить пятая причина полноценное использование серфинга в сафари еще быстрее подгрузка страниц чем это есть на iOS 13 она и так быстрая будет еще быстрее 6 причина нет возможности загрузить сторонний профиль для загрузки платных приложений бесплатно то есть я перед точнее после этого ролика выпущу еще один ролик в котором буду показывать как скачать платное приложение бесплатного нужно будет установить некоторые профили то есть один из предложенных и вы уже сами будете определяться то есть какую игру или приложение вам нужно будет установить 7 причина Siri будет еще умнее и больше взаимодействие со сторонними приложениями чем сейчас то есть стандартными она работает а вот сторонними кое-как себе с некоторыми восьмая причина новые фишки в камере будут доступны с ios 13.1 те что нам представили пример она для iphone 11 про и pro max возможно то есть есть вероятность процентов 70 что завезут уже на все устройства на оси на 66 точнее 6 с вот девятая причина также завезут для всех устройств они можете теперь будут доступны также поддерживаться на а и с 13 только с первой версии в iphone и все 66 с вот и десятая причина я с 13 будет самой мощной производительной быстрой и стабильной и с с новыми фишками максимальной автономностью вот я вам гарантирую что вам не стоит ставить а из 13 если вы стоите на с 12 41 еще кто лучше все-таки подождите либо же если вы на бетки висите повесите на бетках там но не ставьте это еще релизный вы еще много чего пропустите вот сегодня вышла точнее вчера вечером вышла с 13 один бета 4 то батарейка уже намного лучше держат сами видите 45 процентов я в 12 ночи зарядил телефон пол первого вот и записал обзор буквально выкинул там все видно вот я до сих пор заряжал телефон 45 процентов то есть нагружал его норма то есть как бы все эти фишки работают все этот хаптик touch все то есть выпилили 3d тоже он не нужен как бы это все упростили это классно поэтому вот это были мои топ-10 причем почему не нужно ставить а с 13